Приветствую тебя друг! Сегодня я тебе покажу как зарегистрироваться на платформе TradingView и расскажу базовую информацию для работы с ней. А также в видео тебя ждет два бесплатных бонуса, которые тебе точно будут полезны, особенно если ты новичок. Открываем платформу по адресу tradingview.com. Далее нажимаем кнопку создать профиль. Еще раз нажимаем кнопку создать профиль. Для примера регистрироваться я буду через электронную почту, поэтому нажимаю кнопку email. Вводим свою почту и придумываем пароль. Далее подтверждаем что мы не робот и нажимаем кнопку создать учетную запись. Теперь нам необходимо подтвердить свой email. Переходим в свою почту, открываем письмо от TradingView и нажимаем кнопку активировать профиль. Теперь нам необходимо придумать свое имя пользователя. Друг, обрати внимание, что имя потом не поменять. Я для примера оставлю как есть. Соглашусь с условиями, поставлю галочку и нажимаем кнопку далее. Регистрация закончилась. Нам предлагают оформить платную подписку, но она нам не нужна. Теперь, чтобы перейти в свой профиль с графиками, нажимаем продукты и из списка выбираем супер графики. Перед тобой открылась страница с графиком и списком торговых инструментов. Перед началом работы с платформой настроим ее под себя. Для начала предлагаю поменять тему платформы на темную. Для этого нажимаем на иконку своего профиля и активируем темный режим. Теперь можно изменить настройки профиля. Для этого нажимаем на иконку профиля, далее имя вашего профиля и выбираем настройки профиля. В настройках профиля ты можешь загрузить иконку профиля, изменить email и пароль и активировать двухфакторную аунтификацию. После настройки профиля перейдем на график и настроим его под себя. Нажимаем продукты и из списка выбираем супер графики. Для того чтобы настроить график на нем на мышке нажимаем правую кнопку мыши и выбираем настройки. Для примера поменяю цвет тела свечи, границы и фитиль на синий и белый. Также если необходимо, то можно изменить часовой пояс и для завершения нажимаем кнопку ok. На график у нас по молчанию добавлен индикатор объемов, давай его тоже настроим под себя. Список используемых индикаторов расположен в левом верхнем углу графика. Если навести на него курсор мышки, то появятся четыре кнопки. Скрыть показать индикатор на графике, настройки, удалить индикатор с графика и еще. Этой кнопкой мы не будем пользоваться. Итак смотри, для настройки индикатора объемов нажимаем на шестеренку и перед нами появляется окно настроек индикатора. У индикатора есть три вкладки настроек, аргументы, стиль и видимость. Тебе нужны будут только две, аргументы и стиль. В аргументах задаются изначальные входные данные, но иногда их может и не быть. В стиле задается внешний вид индикатора, цвет линий, значки и так далее. Для примера в индикаторе объемов изменим цвет, для этого переходим на вкладку стиль и изменяем цвет растущих и нисходящих объемов на синий и белый и нажимаем кнопку ok. Внешний вид графика мы уже настроили, но можно сделать кое-что еще. В верхней части графика есть меню, с помощью него можно изменить таймфрейм графика. Добавим в закладки несколько таймфреймов, 1 минута, 5 минут, 30 минут, 1 час и 1 день. Теперь мы можем быстро поменять таймфрейм графика. Далее в этом меню ты можешь изменить тип графика. По умолчанию выбраны японские свечи. В будущих видео я покажу как пользоваться японскими свечами и свечами хэкин аши. Если хочешь получить первый бонус, ты можешь подписаться на мой телеграмм канал и там бесплатно скачать книгу японские свечи. Ссылка на телеграмм в первом комментарии. Далее в это меню ты можешь добавить другие индикаторы или стратегии. Как создать свой индикатор или стратегию я расскажу в следующих видео. Следующая интересная кнопка это оповещение. В оповещениях можно задавать ситуации при которых будут срабатывать оповещения, например превышение цены определенного уровня. Это удобно когда вы не у компьютера и не хотите пропустить подходы цены к интересному для вас уровню на графике. Теперь расскажу о перемещении по графику. Для перемещения по графику тебе необходимо зафиксировать курсор мыши зажав левую кнопку мышки в определенном месте на графике и мышки перемещаться по графику. Ты заметил график сам подстраивает масштаб графика. Если тебе необходимо отключить авто масштаб то необходимо нажать кнопку авто и ты сможешь свободно перемещаться по графику. Для изменения масштаба в ручном режиме необходимо изменить шкалу цены графика, а именно сузить или расширить шкалу цены. Если необходимо уменьшить или увеличить масштаб по времени, то необходимо покрутить колесо мыши. На графике можно не только добавлять индикаторы, но и рисовать различные графические объекты, например линии, стрелки, лучи и так далее. Панель с графическими инструментами расположена слева от графика. На этой панели есть очень полезный инструмент, называется линейка. С помощью него можно измерить движение цены из точки А в точку Б в процентах. Также использовать линейку можно при помощи клавиши shift. Зажимаем клавишу и курсором мышки выделяем участок на графике. Как работать с графиком я тебе рассказал, а сейчас покажу как добавлять новые инструменты в свои списки. Список инструментов находится справа от графика. Для начала нам необходимо удалить все инструменты из списка. Для этого курсора мышки наводим на инструмент и нажимаем на крестик и так далее со всеми инструментами. Для добавления инструмента нажимаем кнопку добавить инструмент. В списке выбираем инструмент биржу и нажимаем кнопку добавить список котировок и инструмент появится в вашем списке. Если добавили инструмент ошибочно, то его можно удалить нажав кнопку удалить. Для добавления инструмента в большим списком необходимо нажать кнопку скринер акций и выбрать скринер криптовалютных пар откроется список всех монет и бирж отфильтруем инструменты по бирже binance для этого нажимаем на столбец биржа и ставим галочку на binance найдено 1929 инструментов отфильтруем только фьючерсе для этого в строке поиска введем текст usdt.p и мы видим список из 185 инструментов для добавления их в наш список необходимо курсору мышки выбрать один инструмент далее нажимаем сочетание клавиш катерл а тем самым выделяем все инструменты далее нажимаем на любом инструменте правую кнопку мыши и выбираем добавить выбранные в список котировок и все инструменты скопируются в наш список с которым мы будем дальше работать для удобства удалим списке лишние столбцы для этого нажимаем кнопку настройки и убираем галочку изменения на этом настройка платформы tradingview закончена и можно начинать с ней работать и напоследок второй бонус от меня сейчас я тебе покажу как бесплатно можно просматривать на tradingview минимум два графика одновременно тебе необходимо зайти на сайт vivaldi.com и скачать этот браузер далее все стандартно устанавливаешь и запускаешь его потом в нем открываешь tradingview авторизуешься и открываешь график далее на вкладке платформы нажимаешь правую кнопку мыши и дублировать и так например три раза теперь на клавиатуре зажимаем клавишу shift и выделяем все вкладки на последней вкладке нажимаем правую кнопку мышки и выбираем разместить 4 вкладки и теперь у тебя есть возможность просматривать 4 графика одновременно абсолютно бесплатно в следующих видео я покажу как будучи не программистом написать стандартные индикаторы и создать свой если тебя это заинтересовало то подпишись на канал и поставь лайк